всем добрый день меня зовут валерий литинков сегодня я хотел бы рассмотреть вариант покупки квартиры в доме под снос то есть дома которые вошли в программу реновация обсудим мы три вопроса зачем приобретать там квартиру где можно приобрести и риски с этим связанные что такое реновация реновация эта программа города москвы по сносу ветхого жилого фонда и его дальнейшего расселения программа по сносу ветхого и аварийного жилья идет не только в москве а также во всех регионах российской федерации все ли так просто для примера у меня взял район фири давыдкова города москвы вот мы видим район фири давыдкова дома которые вошли под снос пользовался я сайтом mus.ru основание доверять этому сайту у меня нет так что вот видим на картинке района специально выделил две дома которые вошли в программу реновация дома под снос продажи квартир значит стрелочками я здесь выделил три дома которые не вошли программу реновация по этому району соответственно все остальные дома здесь программу реновацию входят пользовался я сайтом c.ru чтобы посмотреть какое количество на продажу квартир там выставлено нашел я три квартиры теперь по цене цена квартир в домах под реновацию три квартиры который показывал выше вот на них цены однокомнатная квартира на последнем этаже общей площадью 30 квадратов стоит 7,2 миллиона рублей двухкомнатная квартира общей площадью 44 квадратных метра стоит 10,8 миллионов рублей и трехкомнатная квартира на последнем этаже общей площадью 82 метра квадратных стоит 13 миллионов рублей вот цены которые есть на данный момент когда я смотрел на то число давайте сейчас посмотрим на карте район фири давыдкова соседняя улица на продажу там выставлено 36 квартир то есть как бы вот конкуренция получается большая да то есть большое количество квартир выставлено на соседней улице источником у нас является циан вот что в общем то на карте видно на ней все выделены эти квартиры поэтому вернемся к вопросу все ли так просто нет не все так просто давайте теперь разберем момент зачем покупать квартиры в домах которые идут под снос покупку квартир в домах которые идут под снос я рассматриваю как инвестиции в недвижимость инвестиции в недвижимость здесь будет скажем так несколько долгосрочная потому что по времени это не очень быстро программа идет до 2025 года и в 2025 году она заканчивается вот что у нас получается если приобретать квартиры под реновацию на данный момент потом дома будут снесены и соответственно вы получаете новую квартиру ориентировочная доходность там будет не ниже чем 30 процентов вот пример в этом же районе панельных домах построенных после 2015 года однокомнатная квартира стоит 10 и 5 миллионов рублей квартиру я взял без ремонта вот насколько мы знаем по программе реновации квартиру сдаются с ремонтом ремонт будет от застройщика значит двухкомнатная квартира 13 1 миллион рублей по стоимости по рынку идет трехкомнатная квартира начинается от 17 миллионов рублей теперь сделаем вывод на покупая сейчас однокомнатную квартиру в доме под реновацию за 7 и 2 миллиона через два-три года мы можем продать минимум за 10 миллионов вот это прямые инвестиции не самые быстрые 30 процентов здесь как минимум будет что значит дополнительно можно сделать два-три года пока программа сама идет дом не сносится квартиру можно будет сдавать и получать какой-то дополнительный доход давайте теперь рассмотрим где можно найти квартиры которые идут в домах под снос я вижу только два варианта один это приобрести квартиру с рынка и второй вариант это торги по банкротству ну купить квартиру с рынка не настолько сложно открываете тот же циан ищите договариваетесь едете и приобретаете можно попробовать поторговаться но по опыту могу сказать что на квартиру которые вошли в программу реновация торгуются крайне неохотно поэтому ожидать там каких-то серьезных скидок не приходится так теперь приведем пример с торгов по банкротству в группе в к инвестиции в недвижимость торги по банкротству это наша группа выложены квартиры по банкротству и какая-то часть из них есть соответственно та которая входит в программу реновация я выбрал оттуда три квартиры которые вам сейчас и покажу однокомнатная квартира восточной измайлова с начальной ценой 4 400 однокомнатная квартира в южном тушина начальная цена 3 миллиона рублей и третью я подобрал на это двухкомнатная квартира нам как раз для примера она наиболее подойдет потому что она находится фили давыд кого начальная цена у нее 6 200 и сейчас мы попробуем рассчитать с вами все прибыли давайте теперь разберем двухкомнатную квартиру в районе фили давыд кого на которые мы видели на слайдах выше начальная цена данной квартиры с торгов по банкротству будет 6 миллионов двести двадцать две тысячи шестьсот тридцать два рубля это двухкомнатная квартира в общей площади сорок три семь квадратных метров вот с такой вот начальной ценой аналогичную квартиру с рынка мы можем приобрести в этом же районе за 10 миллионов рублей на квартира в новом доме стоит от 13 миллионов рублей ну вот смотрите сами по цифрам и думайте выгодно это или нет я считаю что выгодно значит каждую неделю в группе публикуются квартиры с торгов некоторые из них находятся входят в программу реновации поэтому я всех приглашаю присоединяться в нашу группу инвестиции в недвижимость торги по банкротству также можно с нами связаться по телефону 8 4 9 5 532 99 25 так давайте сейчас рассмотрим риски связанные с покупкой квартир которые идут в домах под снос самый большой риск который я в этом вижу это не выполнение городом своих обязательств ну давайте так москва город большой мегаполис большой программа все-таки федеральная я думаю что данная программа реновация будет выполнена на 99 процентов то есть получается риски минимальные значит вот ссылка на каталог недвижимости это каталог недвижимости муниципальных торгов и торгов по банкротству что могу сказать по муниципальным торгам город у нас сейчас квартир вошедшие в программу реновации не выставляет на продажу то есть не продает все оставил себе я по крайней мере ни одного не встретил каталог можно скачать вот по этой ссылке каталог обновляется каждую неделю поэтому скачивайте пользуйтесь ищите квартиры всем успехов подписывайтесь на нас соц сетях в инстаграме смотрите наш канал на ю тубе всем хорошего настроения пока